А сейчас с нами на связи, собственно, телеведущий, известный, я думаю, вам человек. Это Николай Сергав. Добрый вечер. Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Будем надеяться, вы на пассажирском сидении. Николай. Я на пассажирском сидении. Все, тогда отлично, а то мы за вас переживаем. Николай, ну, начать хотелось бы пока вот с того, что вам нанесен страшный удар по вам лично, чудовищный удар. Вам запретили езжать в Россию до 2072 года. Как, ну, вам и многим другим очень достойным людям, как вы восприняли эту новость? Как вы вообще не узнали, например? Да. Слушайте, ну, мне начали ее прислать мои друзья, и потом в телеграм-каналах, на которые я подписан, она стала всплывать. И я был рад. Во-первых, это список очень порядочных и уважаемых людей. И мне приятно быть в их числе. Ну, и к тому же я не верю, что 50 лет просуществует Российская Федерация в том виде, в котором она есть, так и однозначно. Поэтому это было забавно прочесть. Ну, а теперь, собственно, серьезно хочется у вас спросить. Мы вот сейчас говорили с Таисей Бекбулатовой, которая нам рассказала, что она увидела в Бородянке. Да, вы находитесь в Одессе, насколько я понимаю, и в том числе ездили недавно в Николаев. И сейчас началось вот это то, что российская сторона называет второй фазой. Там, я не знаю, я называю резким изменением плана, да, вот. Это сдвиг по фазе, да. Сдвиг по фазе уже с 28-го, с 24-го, извините, февраля. С 24-го февраля, да. Какой-то большой дрифт по этой самой фазе. Собственно, скажите, пожалуйста, ну, ощущаете ли вы это как-то на себе? И вот я знаю, что вы были в Николаеве. Насколько я понимаю, его тоже начали больше обстреливать и, там, говорить, что мы там захватили... Ну, в Николаеве практически не прекращали обстреливать. Это происходило регулярно. Да, в тот момент, когда я был в Николаеве, дважды была тревога, дважды были обстрелы. И... Да, люди... Люди напуганы. Ну, это действительно страшно. В любой момент может прилететь снаряд. Вне зависимости от того, как далеко от так называемых военных объектов, а просто мы не знаем до конца, что именно российская армия считает военными объектами. То есть, вне зависимости от того, как далеко от них ты находишься. Потому что прилетают по центру. Мне ребята показывали видео, снятое накануне. Позавчера, когда обстреливали просто жилой абсолютно квартал. Кассетные бомбы прилетали в кварталы, населенные людьми, в спальный район. Прилетали в центр в том числе. Ну, то есть, зрелище жуткое. И само ощущение того, где ты находишься, тоже жуткое. Реально мы сражаемся с исчадиями ада. То есть, там, где не соблюдаются никакие правила, никакие обещания данные. Только попытки соблюдать угрозы, жестокие угрозы. Поэтому ощущение, да, что действительно происходит битва света и тьмы. Это очень ярко здесь ощущается. А как вообще сейчас жизнь в Одессе? И особенно учитывая то, что сегодня сказала российская сторона, что они заинтересованы в том, чтобы захватить юг Украины, ну и таким образом, чтобы выйти к Приднестровью. Таким образом, Одесса тоже попадает в сферу российских интересов в этом смысле. Как вообще люди там настроены? Ну, она на самом деле никогда из них и не выпадала. Ну и правда. Просто до этого шансы у них были выше. То есть, были где-то 0,1, когда корабль был в море. А теперь корабля нет. Теперь шансы отрицательные. Как бы математически это ошибочно не звучало. Поэтому мы можем материться в эфире? Вы можете. Можно? Хуй им, а не Одесса. Спасибо, Костя. Мы тоже всячески на это рассчитываем. И чтобы все эти люди, которые пришли на территорию Украины, для того, чтобы убивать людей, для того, чтобы захватывать территорию, чтобы они все шли в сторону российского военного корабля. К тому же, ну, теперь она весьма определенная, значит, в определенном направлении. Сергей, скажите, пожалуйста, Николай, скажите, пожалуйста, а вот то, что сейчас происходит. То есть, начало так называемой битвы за Донбасс. То есть, при этом есть там мобилизация с российской стороны. Очевидно, есть мобилизация с украинской стороны. Вы в самом начале этой войны, несмотря на то, что, я так понимаю, у вас не было никакого боевого опыта. То есть, ну, как бы телевидение, конечно, это профессия сложная. Но непосредственно боевого опыта у вас не было. Вот многие люди, они пошли защищать свою страну. И сейчас, очевидно, их помощь будет требоваться гораздо больше. Готовы ли вы лично к этому? И чувствуете ли вы эту готовность в ваших соратниках и коллегах? Конечно. Конечно, и в себе я ощущаю эту готовность. И в соратниках мы тренируемся. Помимо тренировок, конечно, боевой дух на высоте. И мы понимаем, за что мы боремся. Мы понимаем, против кого мы боремся. И мы понимаем, что наша победа, она априори произойдет. Потому что добро всегда побеждает зло. И когда ты воюешь на стороне добра, то это добавляет тебе дополнительные силы. Знаете, как говорится, наверное, не так страшно умирать, когда ты понимаешь, что за твоими плечами есть что-то большее, чем ты. Добро, я действительно надеюсь, что победит и побеждает. Но вопрос в том, какой ценой. Есть ли у вас понимание? И как бы вы описали, в том числе для смотрящих нас россиян, то, какую цену уже заплатила Украина? Причем не до конца даже понятно, с чего вообще эту цену с Украины берет Владимир Путин. Потому что она ничего не сделала для того, чтобы оказаться в этом ужасе и кошмаре. Ну, слушайте, я... Очень сложно сформулировать цену, потому что там, где идет речь о человеческих жизнях, человеческая жизнь, она бесценна. И столько бесценных человеческих жизней, которые уже забрала Россия в этой войне, это неизмеримо. А у меня в таком случае вопрос, что могли бы сделать россияне, чтобы поддержать Украину сейчас? Что, по-вашему, стоит сделать всем, кто выступает против войны? Коллегам телеведущим, обычным гражданам, музыкантам, и вообще всем-всем-всем, как мы, россияне, могли бы помочь сейчас, вот в этих текущих условиях? Это очень сложный вопрос. Идти, идти до конца. То есть потому что, ну, то, что происходит сейчас, это не просто война России с Украиной, это не просто геноцид России и Украины. Это борьба мирового зла с добром. То есть тирания, деспотия, это система жесткого диктатора, стоящего сверху. Это уже не работает сейчас. То есть мир стал гораздо более лояльным. У нас гораздо больше возможностей, у нас гораздо больше свободы потенциальной появилось. И поэтому сейчас происходит борьба старого мира и нового мира. И если старый мир побеждает, то значит в человечестве нет никакого смысла дальше. Значит человечество не развивается социально. Значит мы погрязли в этих древних грязных кровавых веках. Поэтому важно, чтобы новый мир победил. Потому что тогда у всех появится больше свободы. У всех появится свобода выбора. У всех появится возможность развиваться на глубину себя, а не на ту шкалу, которую тебе предоставили сверху. Люди, которым кажется, что они знают больше, чем знаешь ты. Поэтому я считаю, что все те, кто это слышит, должны воевать сейчас за себя, за свои права. Потому что чем дольше держится нейтралитет, я вот не говорю уже про поддержку режима, чем больше держится нейтралитет, тем больше в болото происходит погрязание. Поэтому для того, чтобы была возможность выбраться, для того, чтобы была возможность дышать вам и дышать вашим детям, что я считаю, что для каждого человека еще важнее должно быть. Сейчас необходимо идти, выходить, бороться, говорить громко. Особенно те люди, у которых слушают, у которых большие охваты, те, которые могут говорить на большую аудиторию, которым есть доверие. Они должны говорить об этом, потому что о них калибруется аудитория, о них калибруются люди. Когда противовес пропаганде в СМИ, противовес официальным телеканалам и официальным источникам информации государственным будет мощнее, чем, собственно, сила самих этих источников, то тогда пойдет перекос в сторону сомнений. То есть люди начнут задавать себе вопросы, а вдруг нам лгут? А может, мы не такие хорошие, как мы себе представляли? А может, мы действительно тираны и изверги? И тогда включится чувство вины, и тогда, по крайней мере, замедлится эта разрушающая машина. Остальное доделаем мы. Спасибо. Спасибо большое, Николай. Берегите себя. Николай Сергабл с нами на связи. Героям слава. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.